всем привет привет доброе утро привет мои любимые сегодня у нас планы поменялись чуть позже начинаю эфир знаю что ждете кто-то даже рад кто-то выспался пока все выходят я немножко реснички подкрашу привет россия привет швеция привет украина привет казахстан всем доброе утро добрый день добрый вечер сегодня мне такой креативный макияжик silver вот это с новинками все все новиночки вот эти вот светленькие куда-то уже дело вот он привет германия привет казахстан всем приветик привет привет рада всех приветствовать ну что дорогие друзья короче нанесла спасибо вам большое всем спасибо за комплименты танюша привет вот у меня сегодня такой креативный макияжик мое утро сегодня началось очень необычно ну когда ты находишься на самоизоляции на карантине как многие сейчас так получилось что я ну уже рассказывала вам 6 утра каждый день мы делаем обучение обучаемся я обучаю и обучаюсь сама и мы создаем палитры для славянской кожи делаем все это дистанционно ну и значит звонит сегодня мне моя клиентка и говорит мне срочно нужен макияж я говорю отлично но я не могу потому что у меня сейчас онлайн и как бы ну я вообще сейчас ни с кем не встречаюсь и не общаюсь там мы сидим дома она говорит пожалуйста мне очень надо тут такое серьезное дело нужен образ хочу не могу и знаю что ты рядом и вот нужен макияж ну и в общем пока у меня шло обучение у нас идет обучение у нас как тренинг мы в группах в группах общаемся и короче когда у нас было пять минут перерыва значит я этот перерыв потратила на макияж реально пять минут и мы еще успели видео записать это было супер быстро и все это было с новинками и я как раз решила что это будет натуральный макияж который я вам покажу но натуральный макияж сегодня у нас заявлена такая тема предыдущие марафоны я показывала все на себе показывала макияж рассказывала способ свойства нанесения все это было вот и таких марафонов у нас было два а вот это третий марафон который сейчас проходит он конечно необычный необычен он тем что во первых я пригласила гостей во вторых в этом марафоне я ну как не делаю полностью образа я просто делаю макияж какие-то элементы да поэтому и назвала элементы кожи класса люкс и решила что я специально не буду делать сегодня макияж а по видео которое я выставлю в на gtv на своей клиентке вы сможете его также повторить и сделать выставлять свои выполненные работы а сейчас расскажу как продвигается наш марафон он продвигается замечательно спасибо за комплименты спасибо за ваши лайки очень очень много девушек которые мне нравятся возрастная категория разная возрастная категория 14 плюс до семидесяти вот серьезно я не шучу то есть есть разные возраста женщин девушек которые принимают участие и вот у меня есть четыре фаворитки на данный момент и так же вся команда согласна со мной более тысячи участниц такого никогда не было мы не знаем это карантин самоизоляция или у вас такой активный интерес спасибо вам большое за обратную связь вот но четыре фаворитки и сегодня мы уже напишем победительницы мы выберем после вот этой сегодняшней завершающей работы да вот напишем уже победительницы выберем кто это будет может быть кто-то вообще кого мы еще не видели может быть вы только присоединитесь марафону кто знает и после этого уже завтра в прямом эфире я напишу время мы выведем вместе с победительницей и можем все ее поздравить и завтра я еще расскажу в прямом эфире о многослойном нанесении и отвечу на сам популярные вопросы которые вы часто задаете связаны с косметикой мэри кей вот потом что еще часто спрашивать час от был самый первый вопрос видела отвечаю я оставила запрос на участие в онлайн обучение кожа класса люкс мировой бренд и мне пока ничего не ответили смотрите акция 27 апреля а значит это завтра это понедельник вся моя команда все-все-все кто по всему миру работают мои ассистенты помощники помощницы они все завтра вот прям завтра с 0000 начинают работать то есть все живут в разных часовых поясах и и каждая девушка которая оставила заявку без внимания не останется мы вам всем ответим всем напишем 27 апреля это завтра понедельник день удачи акция так и называется эти компания дала нам шикарнейшую возможность сейчас еще расскажу какую те кто еще не видели можете зайти посмотреть в ленте и также в stories и также во всех социальных сетях значит заходим посылки в шапке профиля читаем все подробно про онлайн курс 30 стран русскоговорящие и не только обучились онлайн курс можно смотреть субтитрами на английском немецком испанском и еще есть арабский язык у нас новая функция появилась субтитры на арабском справа налево читаются вот так конечно в основном принимают славяне и европейцы но присоединяются очень много вот с таких стран иордания арабские эмираты саудовская аравия сначала были русскоговорящие вот которые там живут и пользуются мэри кей и сейчас они приглашают своих клиентов гостей и так далее вот но онлайн я рассказываю все на русском языке показываю на нашей любимой косметике мэри кей перед курсом я закупилась мэри кей все что есть во всем мире потому что интернационал обучается и курс очень результативный интересный шикарный яркий это говорю не я говорю участницы которые больше двадцати тысяч уже прошли этот курс курсу всего лишь полгода но это просто бестселлер это хит продаж в этом онлайн курсе есть три категории обучения первая категория обучения это участница это когда вот вы одна хотите обучиться да просто вот вам хочется обучиться вы покупаете этот курс с понедельника по воскресенье каждый день вам приходят письма на почту вы получаете уроки открываете смотрите когда хотите с любого гаджета в любое время с любого местоположения можно смотреть везде когда хотите в течение суток или в течение трех дней или в течение недели кому как удобно выполняете свои работы на себе или на клиентах или на близких присылайте все это мне ватсап мы вместе смотрим я все это комментирую мы общаемся это называется участница стоит восемь тысяч девятьсот девяносто девять рублей но если вы регистрируетесь двадцать седьмого то это стоит две тысячи девятьсот девяносто девять рублей ваша выгода шесть тысяч рублей есть категория индивидуально vip это самый главный приз завтра победительница марафона элементы кожи класса люкс получит свой подарок значит vip что это такое это когда вы также смотрите уроки с любого гаджета все 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 но у вас 30 дней доступ к просмотру перемотки для участницы кстати это семь дней плюс семь дней всего лишь а для индивидуально это 30 дней доступ к просмотру перемотки в подарок две мои книги кожа класса люкс и география макияжа а также индивидуальное общение двадцать четыре на семь переписываемся общаемся созваниваемся и личная встреча работаю полностью с образом стоит 23 999 но вы платите 8 тысяч 999 рублей и плюс еще две книжки за 4 600 то есть ваша выгода 19 тысяч 600 рублей всего лишь 8 999 это индивидуально и есть еще категория групповая это когда организатор один человек собирает от 12 участниц обучаем обучаемся в общей группе ватсапе каждая получает индивидуально индивидуально получают уроки смотрят с любой точки мира в любое время когда она хочет но свои работы присылаем в общую группу и я даю там от трех до шести комментариев на каждую работу в этой общей группе также доступ просмотра перемотки 7 дней стоит пять тысяч девятьсот девяносто девять с одного человека но при регистрации завтра день удачи 27 апреля стоит две тысячи сто девяносто девять рублей вот понимаете да то есть это с человека цена в группы мы не добавляем некоторые пишут а можно мне добавиться в группы у нас организаторы организаторы приходят уже с группой двенадцать человек там двадцать пять тридцать сорок сто то есть мы не можем добавить в группу потому что это группа определенных людей которые там с определенной страны с определенной бизнес-группы моряки например ну в основном это так обучаются то есть это посторонних людей они туда не присоединяют но цена участница 2 999 и группа 2 199 там разница небольшая то есть вы учитесь индивидуально они в группе я думаю что я очень понятно объяснила ответила на все ваши вопросы поэтому заходите пожалуйста по ссылке в шапке профиля там подробно написано и завтра двадцать седьмого апреля можно будет зарегистрироваться по спец цене и когда вы зарегистрируетесь вам на ватсап или вайпер придет сообщение от службы поддержки там будет полностью инструкция ссылка на оплату все там подробно расписано подписано еще раз вы с этим ознакомились почитали оплатили и с 1 мая по 6 мая вы обучаетесь и мы вместе создаем кожу класса люкс мировой бренд в завершении курса каждая получает что сертификат на английском языке еще вопрос почему сертификат на английском сертификаты на английском языке потому что они международного образца с этим сертификатом можно работать везде по всему миру есть онлайн есть оффлайн и я выдаю сертификаты на английском языке но так как я спикер из россии я подписываю все на русском языке это уже супер подробно для тех кто задает супер подробные вопросы и думаю что ответила девушки пожалуйста не обижайтесь если я вот то что сейчас рассказала одно и то же мы не отвечаем потому что очень много информации и некоторые просто не читают там все расписано подписано там вообще до мельчайших подробностей вы же знаете я вот гостей когда приглашаю если я что-то не понимаю я задаю вопросы это нормально когда вы задаете но иногда бывает такое что просто не читают вот нужно просто прочитать и все так все объяснила короче завтра акция все регистрируемся привет казахстан привет швеция привет привет рада всех приветствовать а я вижу что помада моя вас очень сильно впечатлила но и смотрите это моя помада она такая очень клёво это тени моряки вот эта помада это тени моряки называется вот она пожалуйста light beam я вначале говорила потом можете в записи посмотреть и так наша тема это натуральный макияж и сегодня у нас будет очень классный гость гостья это у нас марина марина вот я не знаю маринину фамилию представляете ладно значит марина а марина першина вот марина это мастер профессионал из города саратов из моего города марина мне но это не марина делала вот марина мне всегда делает руки и ноги и всем моим друзьям и моей маме и всем родственникам марина очень классный мастер вот я решила ее пригласить чтобы она поделилась и рассказала как можно в домашних условиях ухаживать за ногтями делать маникюр и все такое но вы пока готовьтесь задавать свои вопросы связанные с маникюром в домашних условиях вот а я сейчас вам расскажу про натуральный макияж еще раз повторюсь для тех кто пришел недавно наш прямой эфир значит смотрите я в своем инстаграм в ленте на айджи тиви выставлю видео видео будет где я сегодня клиентке делала макияж он примерно такой же только у нее наращенные ресницы и этот макияж натуральный то есть мы его сделали натуральный но потом хотела добавить стрелки мы добавили стрелки потому что без стрелок и было непривычно так вот работая значит когда вы делаете натуральный макияж а он конечно труднее нежели чем яркий макияж коктейльный или дневной то есть натуральный макияж этот макияж который делается с натуральными оттенками который делается в легком нанесении но я всегда использую многослойное нанесение уходовой декоративной косметики потому что кожа находится в состоянии ухода а значит первое что важно это всегда тонкое нанесение на лице я иногда делаю вот я про что рассказывала как биби крем да то есть моряке есть тональная основа это еще в самом первом нашем прямом эфире в понедельник 20 числа когда мы с антоном вместе вели можно кстати все эфиры посмотреть на записи на моем канале youtube то есть в записи можете посмотреть все они есть заходите в youtube просматривать рассылайте своим клиентам друзьям спасибо за ваши лайки спасибо за ваше сообщение вот и значит что мы делаем мы во первых берем во первых берем сиси крем желательно самый светлый а и также его смешиваем с прозрачной белой пудрой вот то есть мы делаем такой микс можно это смешать то есть вы выдавливаете два-три клика и присыпаете вот этой белой пудрой а значит для чего это делается получается легкая тонкая текстура с легким сиянием не скатается там ничего не случится все будет очень классно и красиво поэтому здесь можете попробовать но наносить лучше всего кисточкой или кистью щеткой или кистью для фонды для тональной основы или можно использовать бьюти блендер но это для тех у кого жирная кожа не подойдет он может немножко подскататься если кожа сухая то бьюти блендер лучше всего вот то есть это одно из вариантов тонкой текстуры 2 это конечно не яркие брови то есть брови должны быть чуть-чуть светлее обычных если это будут темные брови то это подойдет больше как для коктейльного и вечернего макияжа и конечно же с глазами глаза вот смотрите тренд вообще натурального макияжа сейчас это когда если такое мерцание сияние типа вот этих вот теней то что вышло сейчас моряки два цвета которые очень круто подойдут это вот розовые беленькие то есть вот эти два оттенка light beam и второй оттенок и второй оттенок это pink starling вот то есть вот эти два цвета можно использовать и они как раз таки подойдут очень хорошо под натуральный макияж но кто-то не любит мерцание кто-то не любит сияние поэтому лучше использовать конечно матовые а в тренде натуральный макияж это когда он светлыми оттенками то есть натуральный макияж и когда мы можем взять тени например эспрессо а там такие шоколадные ну какие-то до цвета но когда мы наносим вот эти темные оттенки и с максимальной растушевкой то то они смотрятся красиво но они больше уходят в такой вечерний до образ вечерний макияж даже несмотря на то что он типа натуральный натурально лучше всего делать со светлыми оттенками и в плотном нанесении но с максимальной растушевкой это будет смотреться более эффектно это будет смотреться более мягко и это подойдет абсолютно всем значит подвижная века важно перекрывать плотно также ярко прокрашенные ресницы и обязательно в тушеваный в ресничный контур карандаш карандаш может быть коричневый черный или синий лучше всего чтобы это был коричневый или черный синий это для тех кто ну не может без ярких оттенок ярко прокрашенные ресницы сто процентов даже можно больше чем у меня сейчас вот и скулы можно скульптурирование делать чуть ярче если вы любите то можете добавлять использовать новые бронзеры вот эти которые идут золотым и серебряным подтоном в таком красивом футлярчике то есть это тоже можно все использовать и применять вот и можно их также нанести на глаза ну и конечно же губы можно губы перекрыть добавить потом блеск сверху но я использовала сегодня вот новые тени короче примерно такой же макияж как сегодня вот у клиента меня клиентка атаковала лена прям лиза давай очень нужен макияж знаю что ты рядом хочу хочу важная встреча и но в общем мы сделали вот этот классный образ и когда его залью на gtv посмотрите повторяйте также выставляйте сегодня завершающий день марафона завтра вместе с победительницей выйдем в прямой эфир а значит причем фаворитки все четыре из разных стран россия украина казахстан и германия но это вот все такие страны где очень много я провожу курсы но онлайн в украину к сожалению я пока что не могу приехать хотя очень много приглашают и очень хочу и там куча городов все пишут и обучаются но я думаю что скоро все наладится и мы сможем обязательно как-то провести курсы вот но в общем фаворитки сейчас такая подсказка все девчонки кто из этих стран подумайте может быть это вы но будем выбирать и завтра когда выйдем с победительницей в прямой эфир вы уже увидите победительница узнаете сможете поздравить и задать вопросы поэтому если кто-то еще хочет присоединиться присоединяйтесь записи можно пересмотреть все выставляйте свои работы выставляйте свои макияжи все что элемента каждый чем интереснее история чем креативнее фото видео и так далее чем больше шансов на победу спасибо вам большое за комплименты мне очень приятно так ну что давайте позовем сейчас марину марина выходи присоединяйся к нам пожалуйста вот у нас сейчас будет консультация профессионала нейл мастера вот и марина нам сейчас расскажет как можно ухаживать в домашних условиях за ногтями или за скажите пожалуйста губы не сушит вы на тональник наносили вы знаете если честно я могу сказать что у меня марина честно говоря что каждый мастер есть частичка своего клиента кстати у меня сегодня лена вот который утром делал макияж тоже была с такой прической слушай мариночка извини сейчас секунду отвечу по поводу сушит или не сушит я могу сказать что у меня вообще губы в посылках весной сушит но когда я нанесла у меня не сушит и не и не стянуло то есть мне нормально было если у кого-то сухие губы то конечно лучше сначала какой-то увлажняющий бальзам а потом добавить уже вот такие тени так ну что дорогие друзья рада вам представить нашу гостью марину першина это nail мастер из саратова я про нее уже рассказывала что она вся нашли семья все наши друзья все ходят к марине мы делаем ногти марина классно работает с ногами с руками короче совсем и она все это делает быстро оперативно никогда введение оставят особенно меня с моими перелетами чемоданами марина приклеить вас сразу вот поэтому все мои красивые ногти когда я бываю саратове они всегда от марина но вот сегодня конечно это не твой маникюр но ты сказала что неплохой значит я уже спокойно так ну что мариночка ну давай мы тебя слушаем не отвлекайся на комментарии знаешь что тебя там семья уже торопит по делам мы немножко задержались поэтому короче рассказывайте девчонки задают вопросы я потом тебе помогу буду задавать их вопросы а ты будешь отвечать все хорошо всем здравствуйте всем добрый день я как бы вам кратко расскажу что вы можете сделать как вы можете помочь своим ноготочкам справиться без профессионального ухода и самое главное я вам хочу предложить такой лайтовый метод который сможет себе сделать каждая девочка сидящая дома и в то же время не навредит тому уходу который годами складывался с его с мастером с личным потому что сейчас в современном мире мы привыкли что за руками у нас как бы уход ведет наш личный специалист да ну или несколько как в своем варианте вот значит сам понадобится у всех наверно дом есть пилочка пилочка есть в принципе 9 до 90 процентов работы мы будем делать с пилочкой я вам сейчас это покажу значит первое убираем длину то есть на к точке если у нас длинные мы знаем да то что через месяц через две недели они могут перерастись стрессовую зону и будут ломаться для того чтобы мы ходили всегда с длинными нахоточками это кто привык или завет как ты например да для того что я с ними ходила и не лишилась своей любимой длины я советую все-таки раз в две недели их подпиливать если нет возможности ходить к мастеру подпилила нужную длину предположим что твое покрытие уже не такое красивое да или вообще его нужно поменять совсем а для этого нам нужно его снять правильно как мы будем снимать искусственное покрытие дома опять-таки пилочкой нам нужно убрать топ то есть совсем его пилить как мы будем это делать да то есть постараюсь вам здесь показать помогаем себе пальчиком большим отодвигаем подушечку ну как то тогда берем пилочку и плоской часть потихонечку не торопясь не копируем своего мастера который привык работать быстро начинаем спиливать весь глянец спиливаем глянец и дальше нам помощь идет обычная фольга в которой мы запекаем можно взять эту фольгу это у меня вообще антисептик просто у меня жидкости нет для снятия лака дома ну извините да но антисептик нет уже хорошо антисептик нет он по моему сейчас везде так значит я делаю вот такой вот небольшой ватный тампончик да отрываю обильненько смачиваю его в жидкости для снятия обычного лака можно обычную простую дешевую жидкость для снятия лака абсолютно так значит и я заворачиваю сейчас вам покажу как помогаю себе вторым пальчиком сначала накручиваю на пальчик такой туннельчик да и потом его обязательно запечатываю в принципе заменить ничем не можем потому что она у нас не просто не пропускает воздух что нам нужно но еще и держит тепло то есть там идет у нас химическая реакция создается тепло и лак как бы начинает пузыриться и отходит пять пальчик сделали 10 минут подождали внимание вот это сейчас очень внимание снимаем не все пять пальчиков а только один предположим первым у меня был указатель на через десять минут я его снимаю и счищаю пушером только то что у меня легко счищается а вот это водное слово то что ты сейчас сказала если это нету штучки то чем тогда какой штучки еще расскажем вот это пушер мушер что у тебя в руках палочка можно заменить а такие деревянные есть палочки да да вот это пушер ага палочки можно заменить да как называется еще дома можно заменить но не надо лучше ничем не заменять а чем она а как она называется марин пушер пушер ага пушер все вот модное слово я не знала да есть внимание первое внимание что мы снимаем по пальчику почему потому что если мы снимем все пять пока мы счищаем первой остальные четыре засохнут опять понимаешь они опять у нас станут жесткими ага поэтому снимаем по одному пальчику один пальчик сняли и счистили сколько счищается это тоже важный момент если не до конца у вас чистилось вы опять заматываете не надо ковырять до натурального ногтя иначе тот слой который не размочился вы просто-напросто его снимите вместе со своим натуральным ногтем с счастьем то есть это будет не щадящий способ понятно не нормально нормально я уже это записываю здесь сижу то есть значит сняли раз почистили сколько можно у кого тонкий слой без укрепления чистится отлично с первого раза у тебя с укреплением тебе придется раз два три немножечко посидеть вот пилочка в помощь то есть мы сняли когда 90 процентов осталось там совсем чуть-чуть оставшиеся мы аккуратненько пилочкой доработали доработали что же нам сделать с нашей кутикулой и с боковыми валиками ни в коем случае мы не берем в руки ни щипчики которые мы не умеем работать да ни в коем случае мы не берем аппарат для маникюра да и не стараемся быть мастером все я столько у меня столько ошибок уже ну вот пилочкой да то есть она у нас как бы 90 процентов занимает здесь идет нам помощь так как у тебя очень много клиентов любит косметику мэри кей у меня есть вот такой вот наборчик да бархатные ручки что я вам предлагаю сделать с помощью него вы заметили друзья вы заметили друзья что все мои друзья которых я приглашаю они все пользуются мэри кей у меня маленький наборчик да ну так вот он большой вот это смягчающее средство самое первое мы его наносим не жалея зону кутикула чем что нам делать и чем мы можем заменить он нам смягчает нашу огрубевшую кожу да очень смягчает и заменить мы его можем обычной горячей ну ладно теплой водичку это распаривание сидим приятненько так втираем зону кутикулы это все дело втираем втираем пьем чай наслаждаемся этот момент после того как поснимали гейлайк да нам очень приятно не жидкостью для снятия вот значит втерлись размягчили да размягчили дальше у нас идет на помощь скраб скраб мы заменить ничем не сможем то есть после того как мы распарили ручки нам нужно эту мертвую кожу чем-то убрать под собрать мы наносим скрабик так это не скрабик я запуталась у меня просто большой набор на работе так скрабик наносим и также мы начинаем это все дело скрабировать очищать нам очень приятно вкусно пахнет все замечательно хорошо мы или ручки вытерли очень хорошо вот таким махровым полотенчиком а такие часть рекламы и кей была после рекламы были кей понятно я у себя зависла я у вас нормально зависла марина мы тебя слышим сейчас загрузится и мы увидим тебя я надеюсь что все будет окей да все отлично супер ага дальше подожди тебя не слышно я тебя тебя не слышно только видно но не слышно не слышно тебя тебе нужно выйти и зайти опять выйди так сейчас марина выйдет и мы ее пригласим еще раз задали вопрос гелевыми ногтями такие же действия я думаю что она про гели говорила что в основном все же ходят с такими ногтями ну в основном потому что вот я сколько вижу девушек женщин у всех гель лаки сейчас мало кто пользуется просто лаком есть конечно но мне кажется это одинаково для всех будет гель лак ты здесь супер супер а гель лак это гель лак это более жесткий такой материал гель лак нет вот здесь я могу даже сама с собой поспорить есть производители которые делают растворимые гели но это очень редко и как правило они такие мягкие если это гель для моделирования то это сто процентов пилка то есть девочки уточняйте у своих мастеров позвоните мастеру или в салон куда уходите спросите растворяется ли ваше покрытие если не растворяется то вам только пилить только пилить ясно ну отлично так дальше чем мы сделали скраб все их чили нашу грубую кожу да там мертвые клеточки пошелушили скрабиком водичкой оплоснули и окончательно их убрали вот такой салфеточка махрово жесткой такой хороший прям вот так вот движение под кутикулу да как будто вычищаем оттуда и протерли с кутикулой мы больше работать не будем не стоит потому что если мы сейчас возьмем ее и будем срезать щипчиками мы просто сделаем множество заусенцев множество заусенцев если мы зайдем еще в хорошую глубину мы еще заставим наши клетки работать чаще и у нас начнутся такие через три дня ну короче маникюр будет вообще не если ты не профессионал лучше сделать вот такой лайтовый да но боковые валики как правило тубы да и как бы вот этот лайт он совсем прям лайт и что я предлагаю мы опять берем пилочку в руки и заменяем работу фрезы да тоже абразив что мы делаем мы ставим пилочку ставим пилочку на кожу и начинаем вот так вот ее пилить прям кожу пилим девочки пойдут шарушки вот так вот если делали раньше предположим педикюр да может быть помнишь пилочкой не аппаратом а пилочкой и кожа у нас падает в парушечке вот то же самое если у вас грубые пиловые валики у вас здесь от пилочки также пойдет обязательно условия должна быть увлажненная то есть вот только что из воды то есть мы сполоснули ручки вытерли и тут же начали пилить и она будет прекрасно сухие нельзя да получается сухие не пойдет работать не будет работать сухие пилим только вот ногтевую пластину на влажную мы уже будем по коже не слишком влажно вот вот такой маникюрчик это будет отличное решение для вас как для клиентов для нас как для мастеров потому что если мы там будем клиенты я от лица клиента говорю если мы там будем очень много работать и пытаться повторить то что она делала нам уход мы не сможем этого сделать потому что мы не профессионалы и мы этому не обучались и еще навредим себе больше поэтому стараемся для себя для мастера вот так вот потихонечку с тобой ухаживать и сохранять то что мы годами отращивали да длину годами ну так месяцами да было бы жалко если у тебя сейчас ноготочек и некому было бы тебе помочь правильно да очень да еще мы обещали про покрытие да и даже покрыть самим покрыть самим мы можем клиент может сам себе покрыть но сейчас расскажу как для того чтобы покрытие хорошо держалось обязательно мы перед покрытием ногтевую простина просто вас призываю работать качественными хорошими материалами не с алиэкспресс пожалуйста девочки какие-нибудь получше возьмите в профессиональных магазинах значит у нас там идет я тебя перебью а вот например сейчас же нет такой возможности но вот есть разные сайты я вот заказываю там беру точка ру озоны ну там много всяких разных ну такие домашние там можно это заказывать ты рекомендуешь я ни разу не заказывала я тебе честно могу сказать я даже не знаю какие там какой там но там есть профессиональное тоже просто не всегда же знаем что надо вот помнишь я тебя спросила не дешевле 500 рублей вот так не дешевле 500 рублей гейлак должен быть да да вот это вот прям вот более-менее чтобы было не дешевле 500 рублей так значит у нас там три компонента база цвет и топ цвет и топ нанесений в принципе комментариев никаких нет давайте вот с базы да чтобы как бы вам она держалась хотя бы у вас покрытие нормально обезжириваем обязательно первый момент особенно после нашего этого всего ухода даже если мы не нанесли у нас смягчающее средство оно на основе как бы не масел а воск по моему там да лист да несколько восков вот значит обязательно обезжириваем дальше у нас нам нужно сделать грунтовку чтобы покрытие наше держалось чтобы гель-лак у нас не проник в глубокие слои ногтевой пластины мы делаем грунтовку базой стираем кисточку до суха прям сухая сухая кисточка и втираем первый первый слой высушили минуту ну я думаю у всех наверное лампы LED ну что-то посильнее да посильнее не уфы там 36 как раньше мы работали да что-то посильнее это слишком это слишком круто сейчас говоришь я не думаю что такие лампы у кого-то дома есть вот у меня ее нету не ну если кто-то если у кого есть все-таки тут уже как бы такое вот значит грунтовочный слой высушили и тонко ну как бы уже не на сухую но тонко покрываем базу но покрываем девочки ее так чтобы она не затекла никуда потому что затечет база затечет и цвет аккуратненько не торопясь тоненько базы покрыли грунтовки и тонкого своей базы вам достаточно чтобы дожить до своего мастера и чтобы легко потом это все дело снять просушили минуту вет минуту второй слой цвета минуту и закрепитель минуту там ничего как бы запутала нет ну как ты видишь у кого-то есть вот у меня например у моей ну она вообще сама делает она сейчас уехала на самоизоляцию там в Питере на ну в частный дом и они вообще никого там не подпускают не впускают ничего и она вот закатала и сама делает и очень даже неплохо у нее получается да ну вот как раз для того чтобы вот просто я же обучаю и когда приходят модели к нам на обучение модель чаще всего модели себя обслуживают сами дома то есть у них есть и лампа даже у них есть аппарат да и они там пытаются делать из себя мастера и не понимают почему у них не держится покрытие почему у них маникюр не получается почему у них ногти ломаются а просто всему нужно учиться, и поэтому таких тонкостей вам расскажут только на курсах обучающих, почему у вас что-то не получается. Вот. И если люди это покупают, значит мы, ну, как бы вот эти аппараты и лампы без обучения, значит мы можем предполагать, что у нас таких как бы слушателей много. Ну или хотя бы есть. И нужно им помочь. Как же все-таки правильно покрыть для того, чтобы ничего не отслоилось. Да. И легко снялось потом. Потому что именно вот такая точная база, она прекрасно растворится в обычной жидкости, вы не навредите своим ногтям, и все будет у вас хорошо. Классно. Спасибо, Калина, очень интересно рассказала. Слушай, сейчас девушке задавайте вопросы, я тебе прочитаю. Так, ну здесь у нас спросили там сколько 500 рублей евро, ну мне кажется, есть гугл, можно спросить 500 рублей, сколько это евро, я думаю, что это 7 евро. И лучше на старый курс. И лучше что? На старый курс. Сейчас же курс такой. Да, ну это на новый курс уже, на новый. Так, грунтовку делаем базой, грунтовку делаем базой, правильно? Да, прям сухой-сухой кистью. Прям втираем, втираем базу на ксевой пластину. Ага, ну вот с Крыма пишут, у нас до сих пор мастера покрывают так, что не держатся. Но это, мне кажется, везде, во многих местах, вот если сравнивать бьюти-индустрию, то я всегда выберу русскоговорящего мастера, в какой бы стране я ни была. Например, я в Болгарии, когда бываю, я в последнее время там очень часто или в Греции, да, и когда там, ну, ты не знаешь, к кому пойти, я не хочу сказать, что те мастера делают плохо, но они делают не так. И я лучше выберу тех мастеров, которые вот именно русскоговорящие во всём, в прическах, в ногтях, в макияже, даже сколько я вот постоянно работаю, то это в основном русскоговорящая диаспора. И вот у меня в Болгарии мастер один из Украины. И я так рада была, что я её нашла, и она очень хорошо, классно делает. И так вот, ну, много таких мастеров, вот, а бывает, конечно, что да, и не держатся, вот. Ну, это, наверное, вот... Не думала, почему. Почему? Почему? Почему русские мастера работают, ну, как сказать, более качественно? Ну, мы же качественно работаем. Ты говоришь, я выбираю русских. Ну, да. Ну, потому что мы девчонки, мы же требуем красоты в мелочах. Нам же надо вот прям, чтобы всё идеально было. Поэтому мы сами. То есть как мы хотим видеть, так мы работаем. То есть если мы сами хотим, чтобы у нас были красивые ногти, правильно, мы работать будем так же с любовью, с полной отдачей, тщательно и... Задорно. Нет, ну, как-то вот у меня, так сколько я в Америке лет жила, у меня всегда были только русскоговорящие, потому что я перепробовала всех, афроамериканок и китаянок, и потом поняла, что все страны СНГ я вот больше люблю. Так, супер, эфир, спасибо. А расскажите про ремовер, когда им лучше делать. Что это такое? Ремовер – это размягчитель. Размягчитель кожи. Вот мы использовали с вами смягчающее средство и скраб вместо ремовера. То есть не у единиц, ну вот видишь, знает, что такое ремовер и даже имеет его дома. Вот ремовер. То есть это средство, которое размягчает у нас орговевшую кожу, мертвые клетки и удаляет. То есть мы делаем как? Мы так же снимаем, наносим ремовер, на зону кутикулы и боковых валиках, подождем, ну там в три и долго, да? На, не смывая, лопаточкой мы немного, немного, да? Отодвигаем кутикулу. И когда тут же смываем, полотенчиком делаем то же самое, да? То же самое. Убираем весь ремовер вместе с кожей. Средний чай. Спасибо. Просто время чуть-чуть, и я вот волнуюсь, чтобы нам его запись сохранить. Как удалить заусенцы? Чем продезинфицировать? Значит, если у нас непорванная, да, кутика, положим, хорошая, увлажненная, ухоженная, мы щипчики не берем для кутикулы. Если у нас есть заусенцы, мы удаляем щипчиками, если они у вас есть. Если нет ножнями для кутикулы, если они у вас есть, да? То есть потихонечку удалили. Если у вас прям порвана сильно кожа, особенно часто это бывает на больших пальчиках, вот здесь вот, да? Сильно порвана. Удаляем заусенцы, сылочкой также ее как бы подсобираем. Кожа становится гладкая и уже не так сильно шелушиться. Презинфицируется потом, если кровь, то перекиска, да, тут ничего особенного нет. Крови останавливающей жидкости у вас, наверное, сразу дома у вас. Отлично. Слушай, супер. Спасибо большое. Марина, мне очень понравилось. Полезные советы. Вот, девчонки, все благодаря, все пишут тебе спасибо. Очень понравился эфир. Все тебя хвалят. Спасибо большое. Вот, в общем, будем следовать твоим советам. Девушки, в общем... Была рада быть полезной. Скажи, пожалуйста, еще раз. Была рада быть полезной. Ничего не поняла, что-то прерывается. Еще раз скажи, пожалуйста. Не понимаю. Мариночка, не слышу. Ладно. Быть полезной. Что? Да, спасибо тебе большое. Очень классно все рассказала. Вообще, вам всем понравилось. Спасибо большое. Так, ну что, дорогие друзья, жду вашей свободы. Завтра с победительницей выходим в прямой эфир. Мариночка, все. Спасибо тебе большое. Семье привет. Извини, что так получилось. Вот. Ну все. Всем пока. Жду работы. Пока. Пока.